итак повреждение злаковой мухи достаточно такая такое повреждение распространенная в основном муха в ранние фазы это на шведская муха там в целом муха много откладывает яйца и гусеница ну то есть уже личинка на растениях личинка уже внутри стебля начинает то есть прогрызает его начинает повреждать вот она как раз эта личинка знаю насколько она видна начинает прогрызать даже получается повреждать центральный стебель он выходит первый поэтому он и повреждается до 1 если к примеру он смотрите у нас вот здесь кущение 3 у нас есть центральный стебель то есть он сейчас самый слабый самый недоразвитый потому что его уже боковые стебли обгоняет но на самом деле он должен был если его не повредила это личинка он бы он бы был конечно же мощный чем бы обгонял в развитии боковые стебли то есть такое повреждение есть вот характерный признак повреждения то есть центральный стебель или вообще стебель стебель любой на растении то есть на озимый да там может вот так вот он завидать начинает сохнуть начинает сохнуть этот листочек центральный и получается что от повреждения этой мухи можно потерять достаточно весомый такой урожай можно и на раз даже потерять наверное и 30 процентов и 40 а как с этим бороться ну на самом деле это протравливание семена семян инсектицидом хотя здесь были семена протравлены но как бы получается что инсектицид не удержал и повреждений действительно достаточно много но за счет примеру кущения яровой то есть этот стебель просто он выходит из игры эти два боковых стебля они конечно всю нагрузку по структуре урожая уже берут на себя то есть такие вот моменты бывают бывают то есть вот если мы сейчас будем смотреть вот повреждения вот повреждения кончики сухие вот то есть их достаточно много это было все достаточно раннюю фазу когда был разве только один стебель повреждения так что за этим нужно следить иначе можно остаться без урожая что еще может помочь избежать такие пока конечно же ранний сев потому что пока прохладно и растение развивается мухи не летают ну относительно прохладно в этом году почему такой лед был потому что в целом весна была ну достаточно поздняя то есть это уже было где-то сев здесь уже 20 20 19 20 апреля уже давила жара уже было тепло уже было много насекомых тех же мух которые активно развивались и пытались откладывать яйца уже на всходах на всходах растений на всходах яровой пшеницы и поэтому вот такой вот такой вот массовое повреждение но сейчас как бы присутствует когда весна у вас ранее достаточно ранее и есть такой прохладный период с возвратом холодов то это может быть способствует меньшему повреждению растений злаковыми мухами поэтому на этом можно нужно даже обращать внимание особенно если весна у вас все же будет поздняя здесь нужно стремиться к тому чтобы ваша протравка была инсектицидом он более более ну как сказать более эффективно тут в целом то выбор то небольшой тут всего лишь два действующих вещества этими таксам и имидоклоприд но в то же время здесь можно моделировать дозировку может быть увеличивать именно на когда у вас весна все же более позднее то есть такие проблемы есть такие же проблемы есть на зимах на зимой пшеницы так что вот так